Девушки отдыхают Много вопросов в ходе импровизированной пресс-конференции, разумеется, досталось наставнику Кубани Юрию Красножану. На большинство из них он отвечал подробно и обстоятельно. Время может быть довольным, да, но он может быть довольным, когда команда наверху выше всех, тогда это, наверное, удовлетворение. А так, надеюсь, мы на пути к этой ступеньке, как быстро она придет, важно, чтобы сложились четкие представления принципов игры. После того, как свои вопросы задали журналисты, Юрий Анатольевич прямо у края поля еще более получаса отвечал на волнующие всех темы. Затем удалось побеседовать с ведущими игроками Владиславом Куликом и Игорем Армашом. Это не только для болельщиков большое поражение, это для нас тоже. Это, думаю, самая принципиальная игра у нас в сезоне. Мы готовились очень тщательно, рассматривали все видео, все игры, разбирали. Но так получилось, что, не знаю, слишком рано, может, поверили в победу, и так произошло, что в последние минуты пропусили два гола одинаковых. Но, я думаю, ответ на этот вопрос мы можем дать только в субботу, выиграв в Алане. Ну, это, конечно, был шок, особенно из-за того, что проиграли на последних десяти минутах. Но надо жить дальше, думать о предстоящей встрече. И так, как это последний матч при родных трибунах, да и просто это последний матч, хотелось бы, конечно, победить. Но мы стараемся все-таки мероприятия, в принципе, не пропускать, потому что Кубань – это, прежде всего, наша жизнь. Это клуб, за который мы болеем уже очень давно. И вот мы недавно женились, молодая пара, поэтому переносим эти традиции в семью. И я надеюсь, в дальнейшем будем все-таки продолжать болеть за Кубань, только за нее. Верить в нее, продваться ее победам. Субтитры создавал DimaTorzok